не суждай шастал привет алексейка персик лежит на бревне а привет замечательная фотография замечательная вот так и надо укрывать нечто подобное видео еще у Тинькова поэтому может быть неправильно на него сослался для меня вы авторитет из авторитетов уральские волшебники я вас так называю так Владислав хочу посадить яблони чтобы при созревании у яблок была прозрачная мякоть ухты сочные вкуса приятные угощали такими яблоками знакомые но сорт неизвестен подскажите какие сорта подойдут можно разным сроком созревания у них есть такие сорта среди черенка у вас медовая подходит только первое что в голову приходит когда-то у нас была распространена полукультурка с прозрачными яблоками вот буквально прозрачными потом ну у нас же как когда научили людей калечие деревья то есть я борюсь правда безнадежно вот и постепенно я вывели она перестала встречаться в садах обидно страшно и больше я не встречал с прозрачными плодами подходит больше всех к ней конечно медовая медовая я сегодня стоял возле нее резать черенков не думаю я стойку поменю сразу скажу хочу черенок я решил не резать потому что мне только одно дерево вот я уже устал калечить больше ничего в голову не приходит остальные сало как сало чего пробовать так и тут так вы хотите что помните хозяйские персики из косточки не привиты вас подмерзает ли сколько вы держит минусы точно почки например прошу зимой не погибли и сухая длина морозе вы держит они когда вокруг них будет тень летом какого теплицы персики растут так давайте так на следующем сейчас уже времени нет подробно я не могу двух словах давайте на следующий раз делаем так вы мне я даже это забуду мне четвертый раз подтвердился ковид поэтому я не совсем здоров четвертый раз сегодня подтвердился я вас прошу это я как бы оправдываюсь не плачусь а оправдываю что вы меня напишите в электронном письме на мой электрон на твое консервис на следующем вебинаре вот этот вопрос осветите я подберу фотографии и так далее так не могу сбоку-то барах вопрос серьезнейший так вот нижний ногу руку у тинкова есть видео на youtube по выбору тинков на констик он не рекомендует черенок брать с лидером плохой цветок рекомендует не брать на семечках наоборот брать с скелетных веток с юга но не лидер так как он будет хорошим повышение сильно задерживаться что вам порекомендует если разница в выборе веток по черенке для косточковых и семечков разницы по черенке у меня нет никакой сразу говорю все одинаково так насчет черенок брать с лидером это было хорошо где же наберешься поэтому приходится брать потом не рекомендует а вот жизнь заставляет брать боковой веток это может быть идеально когда вот он растет вверх мы взяли черенок отрезали эти же почки как росли вверх так и будут расти но это так сказать теории хорошо где же мне тысячу черенков взять где мне взять тысячу черенков с лидера значит приходится брать боковые так у меня черенки лежали в бумаше и мешке под снегом откопал листой на срезе зеленый на прививке не проснулись думаю улица ненадежно хранить холодильник и все я храню для себя всегда погребы погребы плотных потерянных пакетов причем толстых чтобы не пропускали воздух и влагу торцы замазаны все так и хранятся это самое если перележат могут проснуться на абрикосах у них приросты последнего года святощие почки всегда не могут проснуться поэтому приходится чаще всего именно с абрикосов начинает прививки просыпается как бы в холоде не храни чувствует в смысле все так культурные яблони вокруг стула бросают волчками оставить как есть больше не обращать эти волчки потом станут обычными ветками дадут боковые побеги дадут плоды не бывает волчок который всю жизнь стоит жирующим там бесплодным все это сказка куда деваться замерзать верхушке почки полезли волчки ну и волчки не полезли и полезли ничего страшного саженец выше подмерз в этом году был обрезан выше прививки осенью обнаружила затрошит ветка колючки она стала дичком груша хубинская была у меня всего пока два случая один случай мы разобрали а вторых случаях нет так получилось что я каждый раз не успеваю все рассказать то есть когда он на моих саженцах или у кого-то из моих друзей вот он привел привел на уссуриевскую глушку а больше прививки вдруг колечко да я каждый раз вспоминаю науку которая говорит этого не может быть откуда же взялись колючка теперь получается так любой эксперимент надо доводить до конца это ваш случай третий я обращаюсь ко всем трем у кого это случилось надо довести до познашения колючка говорит о том что подвой победил и теперь этот подвой испортил привой так что у него вместо вот этих яблок ой вместо груши роскошных все так далее просто окажутся груши дичи в этом надо убедиться а вдруг несмотря на колечко груши вот сладкие вкусные я этого не знаю вот пока не хватает опыта но то что подвой может это использовать привой пока остается в виде подозрений давайте посмотрим смотрите черенку беру светок на всем протяжении нет морозобоин бою повреждения желательно с максимально точным развитием максимально возможным до привести ну перевожу на ваши слова нормальный язык значит самые длинные ветки смолды гири я бы так написал так наташа валерий константинович на что приводит тот же домашние сливы и китайское что можно приводит на вашу желтую советскую сливу и на китайскую красную желтую красную синюю ой сейчас я не смогу опять надо нормальный ответ готовить то есть если то-то он слышит нас если он мне что-то конкретно напишет то я вам это и сообщу сейчас я не могу лишь сразу же поехать поговорить снять лишний фильм такая она жизнь весела вот значит посмотрите фильм тотор возможно вы там что-то услышите я мог задать вопрос том фильме шестнадцатого года так вот теперь желтая уссурийская слива и китайские сливы красно-желтая в общем желтую уссурийскую сливу смысла прививать на китайские сливы нет она прекрасный самостоятельный ее сотни лет с тысячи поколений кто не плевал а почему она достаточно крупный вкус это результат отбора просто всегда стараюсь выбирать получше по вкуснее получилось так что она и не приметая достаточно вкусная смысл плевать ее на китайские сливы другие уссурийская с китайской данный тот вот вроде на 1 этаж получается что просто это бессмысленно так на какие абрикосы татару привозят сливы я не знаю скорее всего привозят сливы на сливы но опять же этого не знаю если он наслышал он обещал посмотреть вебинар вот что скажет то то я вам передам не любители переписываться по интернету вот с интернетом на вы так сувенир востока привил на сеяниц абрикоса белгородского привил самый низ прошлый год два сезона нормально развивается ну если белгородский абрикос имеют совместимость с сувениром дай бог будем считать что вам повезло так улевка стены свингерка богатырской горшевидной это одно и то же я вас выписывал то и другое нет это разные вещи но в принципе только что горшевидной немножко по ее по это хоть это звучит богатырская но горшевидная она немножко по боку по размеру больше а с виду одно и то же уже привил пару лет назад растут пока большевидный привил другу на желтой сливе плодоносили довольно крупный грамм ничего себе довольно крупный 60 грамм для слива это феномен их вы гоните фотографию гоните историю что это такое сколько мне одному за всех уже воевать такие чудеса творится так все друзья больше я ответить не могу я устал вот надеюсь что больше сообщений нет давайте заканчивать не забывайте что надо выживать и вам и нам для вас это возможность вылететь это страшное время вот я со своей пенсии 17 самый богатый пока вокруг такова действительно давайте друзья заказывайте черенки косточки книги диски будем прощаться и кто-то что-то написал яблони полукультурка с продающим яблоками это красная сладкая сладкая сорт мана ну имейте ввиду раз Сергей Козлицов так пишет значит он в этом понимает а еще говорю на блинован что-то пишет тогда давайте подождем неудобно человек пишет а мы возьмем да и отключимся вот пишет а а а кассивность завариваете лапки тигровой сосны а еще и это чтобы такое не приходило вот я понять не могу четвертый раз положительный анализ коронавирус четвертый раз подряд что он ко мне это считается что он сам должен пройти его в принципе не лечит значит побочные эффекты там пневмонии что-то угодно грипп она должна сама пройти какой там этот самый лекарство не помогает хотя заставляет пить но пока что-то не заканчивается кедровая лапка с его гадость она так а я сегодня стоял возле кедровой сосны в деревне ладно мото городе найду так спасибо что такое лапки на ночь на это веточки лапки на веточки я уже за все хватаюсь противно чувствовать себя этим заразу ну все друзья ладно спасибо за совет заварю вас в общем лапки кедровой сосны так друзья мне кажется сегодня день зря не прошел вот я особо выделяю вот это вот то что как сергей сергеевич сережка в этот самый пусть на грани пола тыс кого-то грани пола но взгрел вот эту самую даму полезли уже в чужой клуб действительно я понимаю когда возмущалась ольга исакова чего залезли мы учим убивать и будем учить а вы себе там учите как спасательного на другом месте в этот и другом место залазить человек который нечет а хотела как лучше а вы режьте 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 не понимая вот этого божественного создания я серьезно спасибо вам вы заметили что я не вмешивался я отдыхал спасибо вам за это сколько людей в мозге пряли там на несколько наших оказалось друзья мои а вот что еще добавить пейте зелень режьте и заварить на иголки ну ладно друзья все на этом конец заказывайте косточки заказывайте черенки вот как говорил тот самый волшебник этот фокусники будет вам счастья до свидания друзья